МОНИКА ГИБСОН Далее в 12.30 будут опубликованы важнейшие предварительные данные о количестве заказов на товары длительного хранения в США за сентябрь. В августе данные о количестве заказов не соответствовали ожиданиям, так как повышение курса доллара и снижение мирового спроса стали проблемами для промышленной сферы США. Предварительные данные индекса PMI в сфере услуг США за октябрь выйдут в 13.45. В сентябре индекс понизился на один пункт, но он все еще находится в положительной зоне. Далее в 2 часа дня будут опубликованы ожидаемые данные индекса уверенности потребителей США за октябрь. В сентябре индекс немного повысился, так как оценка текущих экономических условий превысила ожидания. В 11.50 вечера выйдут данные об объемах розничных продаж в Японии за сентябрь. В августе эти данные не соответствовали ожиданиям. Годовой показатель роста продаж понизился с отметки в 1,8%, которое было сфиксировано в предыдущем месяце. И последними в 12.30 после полуночи выйдут данные индекса потребительских цен в Австралии за третий квартал. Это очень важная публикация для всех трейдеров по австралийскому доллару. Во втором квартале годовой показатель инфляции увеличился, благодаря повышению цен на топливо. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикаций среды. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»